Умная техника, гениальные изобретения, нетривиальные решения и много высоких технологий. В эфире телеканала Хабар 24 проект Хайтек в студии Иван Тулинов. В течение следующих нескольких минут мы расскажем, как будет меняться наш мир благодаря технологиям. Сегодня летим в разведку и собираем друга. Винтокрылый разведчик. У американских военных новая игрушка. И у любителей кодинга тоже. Робопитомец с искусственным интеллектом появился на Кикстартер. Бесшумный мини-дрон-разведчик появился у американской армии. ГОС-4 разработала американская компания Андурил. Беспилотник использует в работе платформу искусственного интеллекта Летис. Среди основных преимуществ разведчика небольшой размер и удобство при транспортировке. Его можно перевозить сложенным в удобные прочные кейсы или полевые сумки. Благодаря искусственному интеллекту ГОС-4 может вылетать на миссии и самостоятельно, и в составе роя из нескольких таких дронов. Корпус летающего разведчика вытянут. Конструкция напоминает винтовку. Длина 2,7 метра. Высота и ширина по 40 сантиметров. При складывании в специальные жесткие кейсы длина упакованного ГОС-4 не более 1,1 метра. Аккумуляторов хватает на 100 минут, что в 3-4 раза больше, чем у дронов-разведчиков, которые уже используются DJI Mavic 2, Enterprise и DJI Inspire 2. На фюзеляж можно установить разное оборудование для разведки, создание радиопомех, наблюдение за врагом. Создатели уверяют, устройство практически бесшумно, с ним можно вести скрытое наблюдение. Сеть магазинов Walmart тестирует сервис доставки товаров с помощью дронов. Пока одна из крупнейших сетей супермаркетов запустила его в тестовом режиме в штате Северная Каролина. Оператор проекта — израильский стартап Flytrex. Грузовые беспилотники могут на скорости до 50 км в час пролетать до 10 км с посылкой массой до 3 кг. Контролирующее ведомство США разрешило компании осуществлять доставку продуктов и прочих товаров по заранее согласованным маршрутам в дневное время и в районах с небольшой плотностью населения. Мощная игрушка-малютка для любителей писать код. Питой Битл — так называется любопытный проект на краудфандинговой платформе Кикстартер. Можно его профинансировать и получить маневренного и прочного робота-питомца размером с ладонь. Авторы проекта называют Битл идеальным инструментом для обучения, преподавания и исследования, а заодно и отличным подарком для друзей, к примеру. Также они считают, что Битл — это не игрушка для маленьких детей, много мелких деталей. Зато взрослому легко собирать и разбирать такую робособаку. Части защелкиваются друг на друге, как пазлы. Конструкция робота весьма прочная. Это не 3D-печать, детали из литого пластика. Собранный робот может выдержать вес взрослого человека. На базе мини-робота можно собрать множество вариантов игрушек и можно написать много вариантов софта для управления. Так что любители кодинга запросто могут устроить гонки нескольких Битл, ну или даже битву. В основе блока управления игрушки Ардуино можно дополнить систему разными датчиками, чтобы улучшить цифровое восприятие робопитомца. Есть и возможность внедрения искусственного интеллекта, если установить мини-компьютер Raspberry Pi или другие чипы с поддержкой AI. Один из вариантов управления через камеру на голове робота. Поучаствовать в проекте можно при минимальных вложениях в 5 долларов. Это минимальный размер пожертвований в счет авторов софта. А вот готовый робот обойдется в 225 условных единиц. Создавайте новое и пишите на нашу почту. Рассказывайте о своих проектах, мы покажем их в эфире. На сегодня все. Смотрите Хайтек. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин